Как учили языки? Прозвращение крутое. Можете что-нибудь сказать по-японски. Я на японском говорю бастеризованным очень. Я говорю хорошо на английском и довольно неплохо на французском. Когда-то очень хорошо говорил на французском, но просто 10 лет практики не было, и он заржавел немножко. Учил просто по... Просто я работал за границей и абсорбировал этот язык, учил. В Японии я работал и учился. В Великобритании я учился в университете, и язык поставил МО. Английский я выучил до того, как уехал в Великобританию, и там есть смешная история с этим сопряженная. Когда я выучил английский язык благодаря компьютерным играм, мне повезло родиться... Мне повезло, что когда я играл в компьютерные игры очень много, еще не существовало переводов. Вот «Седьмой Волк», «Фаргус», аудитория постарше знает, что это за слова. Они появились чуть позже, чем мне стало интересно играть в компьютерные игры, и я начал делать на английском. И когда я... К моменту, когда они появились, переводы эти, мне уже это стало элементом гордости, что я не хочу перевод, я хочу английский, язык, я хочу оригинал, потому что это круче. Это такой элемент снобизма был, мне было где-то там 12-13. Я уже не хотел играть в переводе, потому что я считал, что это ущербно. Но это привело к определенным очень смешным последствиям. Когда меня отправили в школу в Канаду на год учиться в пансион, мне нужно было сдать экзамен по английскому. Я его сдал, очень хорошо. Но был очень смешной комментарий. Я разговаривал на языке компьютерных игр. Игры к чему были посвящены? Они были посвящены, я не знаю, средневековью, какой-то фантазийный мир. Да, и язык там, соответственно, такой средневековый. Я говорил все правильно, но я использовал слова, которые люди в нормальной речи не используют. И от этого избавлялся где-то несколько месяцев. То, что я говорил в каком-то высоком английском, с очень вывернутыми словами, которые в естественной речи звучать не должны. И все очень сильно надо мной хохотали. И преподаватели, и студенты, школьники, с которыми я учился в школе, очень сильно хохотали. Это был такой жуткий троллинг, потому что я мог... Я использовал «thou», например. Просто потому что вот потому. В общем, было прикольно. Да, учил, абсорбируя просто в себя. В школе... Ну, в школе я, в принципе, не учился за пределами первых трех классов и вот этого опыта в Канаде, пансиона. Поэтому сами стали. Самый лучший способ учить язык, европейский, по крайней мере, это читать книги. Вот вы учили алфавит, вы учили грамматику какую-то базовую, а дальше, значит, садитесь читать. В японском это не работает, европейские языки работают именно так. И прочитайте книг пять, и у вас встанет язык. Все, что нужно. Я могу сказать, как я помогал учиться Настеньке. Это Маки, моя бывшая девушка, которая монтирует нам видео, помогает и так далее. Она английский язык, когда мы познакомились, не знала. И, по крайней мере, на достаточном уровне. И первое, что я сказал, это прекращай смотреть фильмы в дубляже. Прекращай... Смотри хотя бы с субтитрами. Сначала с русскими, потом с английскими. Буквально за год она слезла с дубляжа, начала смотреть в оригинале, и сейчас владеет английским свободно. Это очень круто. Это доступно каждому. За это не нужно платить деньги. Не нужно нанимать преподавателей в английский. Таким образом выучите гораздо лучше, чем вам его преподаста школа буквально за год. Забудьте о существовании дубляжа. Я, в принципе, не понимаю, как можно смотреть фильмы, в которых играют хорошие актеры, которые получают Оскар за свою игру. Вы слушаете их вот в таком переводе. Ну, сейчас таких переводов стало меньше, да, но, честно говоря, такой перевод, он даже был лучше того, что иногда сейчас услышишь в дубляже. Поэтому... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова